Вместо поля боя большой стол, вместо оружия тесто, вместо приза обед. Так ладивостокские журналисты соревнуются в приготовлении хинкали, национального грузинского блюда. В соревнованиях участвуют и представители нашего информационного холдинга. Хинкали батовы – это идея, которая возникла с журналистами Владивостока. Мы общались, знакомились и вдруг поступило такое предложение – научите нас лепить хинкали. Шеф-повар раздает уже готовое тесто и фарш и объясняет технику – взять столовую ложку мяса и положить прямо в середину раскатанного блина. После этого начать защиплять тесто, чтобы содержимое не вывалилось при варке. Это проще, чем пельмени даже лепить, потому что ничего не выливается, не высыпается. У меня дизайнерские хинкали, они отличаются от грузинских, авторские, они этим ценнее. Всегда, когда что-то новое делаешь, то сложно, а со второго, я думаю, уже с десятого раза с закрытыми глазами можно будет. Кстати, эти защипы – самое сложное в процессе лепки. Их нужно сделать 15-20 штук, и все они должны получиться примерно одного размера. Иначе в готовом виде есть риск получить тесто и начинку по отдельности. В общем, первый хинкаль, конечно, комом, но как бы спела Алена Апина, я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. В нашем случае – съела. В лепке есть еще одна тонкость. По правилам готовки хинкали, его верхушку нужно сделать подлиннее, как следует ее скрепить, а затем половину оторвать, чтобы получился маленький аккуратный хвостик. Сколько у вас на один хинкаль ушло времени? На минуту? Две, наверное. Две, три. Новичков за это похвалили, но для мастеров даже минута – это слишком долго. У них на каждый хинкали уходит от 10 до 20 секунд. Сколько в день лепите хинкали? Штук 600-700 в день, скорее всего. Вот так вот. Это на одного человека? Ну да. Причем повара делают это практически не останавливаясь. Здесь конвейер. Один раскатывает тесто, другой лепит. Это может продолжаться бесконечно. Хинкали можно приготовить и в домашних условиях. Тесто состоит из муки, воды и соли. Правда, самое важное в этом деле – правильно его замесить. С одной стороны, оно должно получиться плотным, чтобы удержать в себе мясной бульон. Но одновременно с этим его важно сделать и достаточно тонким, чтобы хинкали проварился и пропитался начинкой. Вымешивать очень долго и раскатывать. Самое главное. Хинкали часто называют грузинский пельмень. Но отличие не только в тесте и приготовлении, но даже в том, как заморское блюдо едят. Мы ее переворачиваем вниз, ну, вверх ногами, откусываем кусочек теста и выпиваем вот этот мясной ароматный горячий бульон. И потом можно потихонечку откусывать фарш. Журналисты трудились над созданием хинкали около часа. Затем отправили свои шедевры в кастрюлю на 10 минут. Правда, за время лепки весь соревновательный момент сошел на нет. И в итоге победила дружба. Или голод. И журналисты скрепили свои отношения за вкусным обедом. К слову, у этого грузинского блюда даже есть свой праздник. День хинкали отмечают 9 января. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.